МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности, проблемы, сдерживающие развитие бизнеса и конкретные предложения по улучшению деловой среды. В рамках этого форума будут подведены итоги первого всероссийского конкурса «Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды». Калужская область представлена в номинации «Инвестиционные территории» с проектом по созданию условий для масштабного привлечения иностранного капитала в экономику региона, развития инфраструктуры, индустриальных парков, формирования кластера, производства автомобилей и автокомпонентов. Возглавляя делегацию нашего региона губернатор Анатолий Артамонов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивная новость, о которой стоит рассказать в начале программы. В Обнинске продолжается последовательное развитие нового спортивного комплекса «Олимп». Здесь сейчас идет строительство гостиничного центра, о котором так много твердили и руководители этого дворца спорта, и тренеры, и спортсмены. Коробка зданий почти готова. Строители вполне укладываются в отпущенные сроки и рассчитывают сдать объект уже во втором квартале следующего года. Еще весной на территории спортивного комплекса «Олимп» началось новое строительство. Региональный центр с местами для проживания спортсменов – так называется объект, возведение которого находится сейчас в активной фазе. Плановый срок строительства – один год. И уже ко второму кварталу 2015 года центр должен распахнуть свои двери для приема детей. Причем основная его задача – обеспечить местами для проживания спортсменов региона. Юные пловцы, фигуристы, хоккеисты из районов Калужской области не всегда имеют возможность для полноценных тренировок по месту жительства. Не хватает спортивной инфраструктуры и тренеров. А в «Олимпе» все это есть. И до сих пор возможность приема перспективных спортсменов с организацией полноценного тренировочного процесса ограничивалась лишь отсутствием мест для проживания детей. Потребность в создании регионального центра обозначилась практически сразу после того, как спортивный комплекс начал свою работу. «Достаточно скоро это произошло, потому что пользуются популярностью спортивный комплекс у спортсменов разного уровня. И есть многие желающие, которые хотели бы попробовать себя на спортивном поприще, да, и посмотреть, что они могут, чего могут они достичь, имея такие возможности, которые мы можем предоставить им». «Есть у будущего центра и еще одно назначение, связанное с многочисленными крупными соревнованиями, которые проводятся на Обнинской воде». «Мы уже проводим соревнования не первый год центрального федерального округа, чемпионов на чемпионат, поэтому наличие дополнительного места для проживания спортсменов нам просто необходимо. Тем более, когда у нас совпадают соревнования с какими-нибудь другими видами спорта, это проблема для Обнинска». Центр рассчитан на 92 места. Его строительство ведется за счет средств федерального бюджета. Сейчас рабочие приступили к возведению шестого этажа здания. А в планах войти в зиму уже с окнами и отоплением. Тогда отделочные работы и монтаж внутренних коммуникаций можно будет вести на протяжении всего холодного периода. Из федеральных вестей. Госдума повышает штрафы для неплательщиков за ЖКУ. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 16 сентября. Гражданам, которые долго не оплачивают коммунальные услуги, придется платить почти в два раза больше штрафа за просрочку. При этом, чем дольше жилец не платит, тем больше растет и сумма сверхдолга, которую он обязан погасить. Не исключено, что законопроект ударит как по карману неплательщиков, так и по бюджетам управляющих организаций. Пенни начисляются в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка, действующей на момент оплаты, а начиная с 91 дня со дня наступления установленного срока оплаты и под день фактической выплаты, включительно в размере 1,170 ставки, говорится в документе. Наряду с тем, в осеннюю сессию депутаты Госдумы намерены рассмотреть и законопроект, который предлагает поощрять жильцов скидками за авансовую оплату ЖКУ. И еще на тему жилищно-коммунального хозяйства. С 1 октября вводится платеж на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Жильцы домов с лифтами будут платить 6,96 рублей на 1 квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику. Те, у кого лифтов нет, 6 рублей 11 копеек. В Обнинске 119 домов выбрали способ формирования средств на капитальный ремонт на специальном счете. 453 дома на общем счете регионального оператора. ТСЖ и ЖК, являющиеся владельцами специальных счетов, должны до конца сентября открыть такие счета в кредитной организации. Уведомления об открытии счета необходимо представить в администрацию города, в кабинет номер 105. Пока только 30 домов открыли спецсчета. В Обнинске прошло очередное заседание городской антинаркотической комиссии. О реализации мероприятия областной межведомственной комплексной операции МАК участникам встречи рассказал начальник полиции общественной безопасности Юрий Хрипунов. Цель этой комплексной профилактической работы – выявление и ликвидация незаконных посевов МАКа, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, очагов их дикого произрастания, а также перекрытие каналов транспортировки наркотических средств растительного происхождения. В Обнинске было раскрыто более 10 преступлений такого рода. Были выявлены и уничтожены посевы наркосодержащих растений. Но главной проблемой для сотрудников органов внутренних дел на сегодняшний день является реклама так называемого «спайса». Этих надписей стало меньше, и все же они появляются снова и снова, несмотря на то, что работники коммунальных служб постоянно и оперативно удаляют их. Полицейские регулярно проводят профилактические беседы в школах с педагогами и учениками, разъясняя опасность употребления наркотиков и предупреждая о правовых последствиях для тех, кто пытается распространять наркотические средства. О криминале. Разбой, как в лихие 90-е. Такое сравнительно редкое теперь преступление расследуют сейчас обнинские полицейские. В среду утром в нашем городе было совершено дерзкое нападение на ломбард. Он располагается в подвале. Около 8.30 утра сюда спустились двое мужчин в масках. Угрожая сотруднице предметами, похожими на пистолеты, они потребовали выдать им золото. Добычей грабителей стали украшения, часы и другие ценные предметы на общую сумму 800 тысяч рублей. Перепуганная работница ломбарда запомнила, что незваные гости разговаривали с акцентом. Полиция Оминска объявила план перехват. О других преступлениях и о дорожных происшествиях, случившихся за минувшие сутки, расскажет Екатерина Замахина. Преступники, специализирующиеся на кражах из автомобилей, в этот день тоже не дремали. В среду вечером в полицию заявила хозяйка вот этих «Жигулей». Из пятерки при невыясненных обстоятельствах исчез аккумулятор. Смотрю, капот приоткрыт. Я его вот так за уголок приподняла, смотрю, аккумулятора нет. Свой район Лилия Ивановна называет неблагополучным. Во дворе дома номер один по улице Кончаловского кражи явление привычное. То бензин сольют, то вскроют багажник. Местные автомобилисты всерьез задумались о дополнительных мерах защиты от ночных гостей. Быть может, сообщая, им удастся установить на доме камеру видеонаблюдения, которая бы присматривала за имуществом в отсутствии хозяев. О краже в этот день заявила и пожилая обнинчанка, неудачно погулявшая с внуком. Женщина оставила сумку на лавочке и отвлеклась всего на несколько минут. И я наклонилась взять кошки травки нарвать. Прошла метров 20 вот от скамейки. Рванула там, ну вот этой травки. И думаю, нет, вернусь возле скамейки, там очень хорошие кустики, я всегда там рву. Подошла к скамейке, на скамейке никакой сумочки, ничего моей не было. Добычей случайного прохожего стал телефон и 7 тысяч рублей. Хроника происшествий на дорогах Овненска в эту среду тоже пополнилась новыми случаями. В шестом часу на улице Лишенко водитель ленд-дровера при повороте не пропустила встречный автомобиль Рено. В 7.30 на проспекте Маркса владелец Форда, отпарковываясь задним ходом, задел автомобиль, стоявший рядом. Неудачей этот день закончился и для двух автомобилистов, встретившихся на проспекте Ленина. Екатерина Замахина, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ. Обнинский городской отдел МВД сообщает. 19 сентября здесь в рамках акции «Полиция слушает» будет проводиться прием граждан с членами рабочей группы Калужского областного управления МВД по вопросам работы дежурной части. Со своими предложениями и претензиями обнинцы могут обращаться с 11 до 12.00. В преддверии Дня учителя, который будет отмечаться в первое воскресенье октября, Министерство образования и науки Калужской области определило, кто из педагогов из образовательных учреждений нашего региона достоин занять место на областной доске почета. Из обнинских педагогов отмечены Антонина Николаевна Юдакова, учитель русского языка и литературы гимназии, и Оксана Олеговна Нестерова, воспитатель детского сада номер 12 «Колосок». В разделе «Лучшие школы» на доску почета поместят физико-техническую школу и гимназию. Когда говорят «пойдем по ягоды», естественная ассоциация – прогулка по июньским утренним лесным лужайкам. Но на календаре сентябрь, и сейчас это звучит по-другому. Конец лета, начало осени – время активной реализации урожаев бахчевых культур, арбузов и дым. И сказать «отправился за ягодой» теперь можно о том, кто отправился на рынок за арбузом. Эти удивительно сладкие плоды в большом количестве предлагают нам сейчас жители Юга. Однако в этом году спрос на сладкий южный товар стал заметно ниже. Почему? Выясняла Ольга Некрасова. Она сегодня прогулялась вдоль рыночных рядов. Сезон огромной полосатой ягоды близится к завершению. И каждый завоз, по словам продавцов, может стать последним. Однако заметного оживления у критушек с бахчевыми не наблюдается. И более того, некоторые говорят, что за весь сезон к дыням и арбузам даже не прикоснулись. Нет желания. Самое популярное объяснение такому нетипичному равнодушию горожан к традиционному сезонному лакомству. Однако продолжение разговора дает понять, что дело не только в желании. Мало ли какую ерунду привезут оттуда из границы, из Азербайджана, Таджикистана. То есть не доверяете качеству? Нет, конечно. И то, что там проверяют, там эти всякие пробы берут, это тоже, по-моему, может быть куплено. Но и цена, и вкус не такой. И если к оценке качества бахчевых можно подходить по-разному, то цена продукта и в самом деле способна отпугнуть покупателя. Вот такой арбуз, приближающийся по весу к 10 килограммам, обойдется от 200 до 300 рублей. А дыня торпеда и вовсе может стать золотой. Маленькой компанией съесть такой большой плод совсем непросто. А хранить надрезанными арбузы и дыни не рекомендуют санитарные врачи. И это значит, что самым правильным будет выбросить то, что не было съедено в довольно короткий период. Цена розницы выросла из-за повышения цены в закупке, поясняют торговцы. Ведь если в прошлом году 12 рублей за килограмм – это была максимальная оптовая стоимость арбуза, то теперь она на треть выше. Плюс доставка, плюс аренда места, плюс интерес продавца. Вот так, в самый разгар сезона, бахчевые оказываются недоступными для населения. Но если все же очень захотелось, то как подойти к выбору? Если хочется, я еду в Курскову, с бабушкой там вырастают свои арбузы, поэтому, да, и намного лучше, чем вот эти вот. Стучу, чтобы звонки были, еще лучше, если прижать и хрустит. А я ему говорю, чтобы маленький, чтобы сухой был хвостик. Вот, и он делает, обязательно найдет, чтобы хвостик сухой был. А еще стоит помнить, что бахчевые должны храниться на поддонах и ни в коем случае не на земле. Что у каждого продавца должен быть документ, подтверждающий качество продукции. И не стоит покупать разрезанные арбузы. Впрочем, как и просить торговца надрезать ягоду прямо на рынке. Сладкий сок – отличная среда для размножения болезнетворных бактерий. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. И коротко о погоде. По данным Калужского центра гидрометеослужбы, 19 сентября в нашей области местами ожидаются заморозки, температура ночью и утром от 0 до минус 3 градусов. В связи с этим резко возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества бытовых пожаров, особенно в сельской местности. Сотрудники МЧС предупреждают калужан о необходимости соблюдать правила обращения с огнем и отопительными приборами. Будьте осторожны. А в пятницу днем будет солнечно, температура воздуха вполне комфортная, около 18 градусов выше нуля. В субботу на 1-2 градуса теплее. И в воскресенье такая же температура, хотя солнце закроет облака. И это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Следить за новостями вы можете на нашем сайте www.obnistv.ru До встречи завтра и всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова